С 1 июля по всей России в соответствии с законодательством меняются тарифы на коммунальные услуги. В нашем регионе средний индекс по-прежнему составляет 3,4%. В некоторых населенных пунктах повышение может составить до 5,4%. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали вопрос повышения оплаты. В 285 муниципальных образованиях в среднем повышение будет не более 3,4%. В 11 плата будет чуть выше. Меньше чем на 2 рубля вырастет услуга по обращению с отходами. На 12 копеек вырастет тариф на электроэнергию для городских жителей. На 8 копеек больше будут платить сельчане и те, кто пользуется электроплитами. На 17 копеек вырастет цена на газ. Особая ситуация в Новочебоксарске. По распоряжению правительства России город отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, что предусматривает утвержденную схему теплоснабжения и переход на долгосрочное регулирование цен на тепловую энергию. Повышение составит не более 5,2% и не повлечет превышение индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. В июне в муниципалитете утверждена единая схема теплоснабжения. Услуг будут предоставлять три организации, в их числе ПАОТ и Плюс, с которым администрация города Спутника также подписала соглашение. Организация ПАОТ и Плюс, которая взяла на себя обязательства, будет выполнять требования, обозначенные в соглашении. Это раз. Во-вторых, привлечет в город Новочебоксарск порядка 3 миллиардов инвестиций. Резусловно, это позволит модернизировать все сети, что позволит нам сократить потери, более качественную услугу получать. В республике идет адресная поддержка тех, чьи расходы на коммуналку превышают 22% от дохода семьи. У нас, к слову, на сегодня получатели порядка 17 тысяч. Ну и сделан уже расчет. То есть общая сумма у нас уже с учетом тех решений, которые Надежда Владимировна озвучила, составит 360,8 миллионов. То есть дополнительно потребуется где-то 71 миллион, которые мы, безусловно, учтем в республиканском бюджете. Олег Николаев считает, что рост тарифов в первую очередь должен стимулировать оказание качественных услуг населению. Для этого нужно работать на опережение и модернизировать сети, не дожидаясь аварийных ситуаций. Текущая ситуация, она, к сожалению, такая, что у нас различные технологические решения, различная степень изношенности и так далее, и другие составляющие. Вот поэтому здесь хотелось бы отметить на важность принятых решений президента, прежде всего по так называемому инфраструктурному меню. То есть нам предоставляется возможность ускориться вот по этим направлениям, быстрее реализовать те планы, которые призваны поменять качество коммунальной системы. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.